Для нас совершенно очевидно, что основной наш оппонент это не представитель одной из политических сил, которые принимают участие и каждый из них решает свои задачи. Наш основной оппонент и наша сложность в том, что нам необходимо достучаться до людей, которые за вот эти 30 лет капиталистического разгула, действующих ныне властей и хранителей тех традиций, они просто-напросто разуверились и разочаровались в положительной динамике по изменению своих задач и жизненных приоритетов. Поэтому, уважаемые друзья, товарищи, земляки, мы с вами живем на этой земле, здесь родились и жили наши предшественники, отдавали лучшие свои годы и жизни во благо нашего региона. Здесь родились и живут и будут жить наши дети и внуки, поэтому я убежден, что вместе, объединив усилия, мы сможем изменить ситуацию в лучшую сторону и в конечном итоге одержать победу, в том числе на этих выборах. Вперед к победе! Ура! Уважаемые товарищи, слово для выступления предоставляю известному новосибирскому журналисту, кандидату в члены Центрального комитета КПРФ, члену бюро областного комитета Андрею Геннадьевичу Жирнову. Добрый день, уважаемые товарищи! Мы сегодня здесь собрались в честь года столетия со дня образования СССР. Мы стоим с вами в центре Новосибирска, город, который своей славой и бурным развитием обязан именно советской власти. Именно во время СССР Новосибирь стал действительно столицей Сибири, индустриальным, научным, культурным центром востока нашей страны. Мы стоим с вами на площади Ленина, названной в честь создателя первого в мире государства рабочих и крестьян. Справа от меня улица Орджоникидзе, названная в честь мощного сталинского наркома, который создал тяжелую индустрию в нашей стране, что позволило победить в Великой Отечественной войне. Здесь рядом улица Серебренниковская, названа в честь большевика Федора Серебренникова, расстрелянного в 1918 году белочехами. Рядом улица, названная в честь Василия Романова, казненного в 1919 году отступающими белогвардейцами. Рядом улица, названная в честь Щетинкина. В моем любимом Зайльцовском районе главная улица, названная в честь Дуси Ковальчук. Большевички, подпольщицы, матери четырех детей, которую белогвардейцы сначала пытали, а потом убили в тюрьме в 1919 году. Это наша история. История нашего города. История нашей страны. И совершенно не случайно, что на Украине киевский фашистующий режим начал бороться с нашим, с тем прошлым, который объединяет русский и украинский народ. Стал уничтожать памятники и переименовывать улицы. Начали с Владимира Ленина. Потом перешли на руководителей и героев советской эпохи. Дальше генералы и маршалы Великой Отечественной войны. А сегодня дошли до того, что уже сносят памятники российской императрице. И это все не случайно. Потому что они хотят, чтобы... Созидательного развития советского государства преобразили лицо крестьянской России. Посмотрите, великие стройки первых пятилеток. Индустриализация. Заводы-гиганты. В том числе и в городе Новосибирске. А дальше, во время Великой Отечественной войны, фантастическая по своим масштабам эвакуация предприятий с европейской части страны на восток. И в том числе в город Новосибирск. И многие из них работают до сих пор. Возьмите тот же завод имени Ленина на площади Калинина. Он в 41-м году приехал к нам из Подмосковья. А дальше, после войны, атомный проект, когда практически с нуля создали десятки, сотни новых производств и создали новую отрасль промышленности. Выковали ракетно-ядерный щит, который сегодня является единственной защитой от горячих голов на Западе. Посмотрите, Новосибирский Академгородок. Великий национальный проект создания Сибирского отделения Академии наук. Космическая эра, индустриализация. Это все Советский Союз. Это все Советская эпоха. А посмотрим сегодня, 2023 год. И ответим хотя бы на один вопрос. А где завод Сипсельмаш? Тот, который в годы Великой Отечественной войны сделал каждый 20-й, каждый пятый снаряд для фронта. Он уничтожен. Разрушен фактически. И поэтому сегодня, во время избирательной кампании по выборам губернатора, мы обязаны поддержать нашего товарища Романа Яковлева. Поддержим его. Новосибирск центр обороны промышленности за губернатора Яковлева. Ура! Уважаемые товарищи, мы находимся перед еще одним памятником Великой Советской эпохи. Наш оперный театр, ровесник нашей победы, который строился в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году Сталин подписал постановление Совнаркома тогда еще о завершении строительства в Новосибирске оперного театра. Немцы были под Сталинградом. И я сегодня хочу пригласить на эту сцену солиста театра оперы и балета Владимира Коварского. Слены центрального райкома. Секретаря первичной организации. Коммуниста центрального местного отделения КПРФ. Ура! Наша Родина. Революция. Революция. Секретарь. 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 Продолжение следует... 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 Могу уверенно сказать, что нам жизненно необходим красный губернатор Роман Борисович Яковлев Поддержим его Еще такой момент, обязательно 10 сентября, не 9, не 8, 10 постарайтесь Приходите на выборы лично, никакого дэга, ничего, это все обман Приходите лично на свои избирательные участки, приводите своих друзей, знакомых, совершеннолетних детей Поддержите кандидатуру Романа Борисовича Яковлева, поддержите партию КПРФ Потому что это единственная достойная партия с идеологическим прошлым, знает как нужно развивать регионы Спасибо за внимание, правда на нашей стороне, победа будет за нами Спасибо Слово для выступления предоставляется Цаликову Виталию Викторовичу Первому секретарю Новосибирского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Члену областного комитета КПРФ Товарищи, я сегодня хочу с вами поделиться проблемой молодежи касательно образования Являясь депутатом молодежного парламента, никак не могу сказать о тех проблемах, которые есть у нас в развитии молодежной политики Новосибирской области На последней сессии, на третьем году нашего депутатства молодежного, я вам скажу о беспрецедентном случае Нас избрано 44 парламентария при законодательном собрании Новосибирской области Настолько безалаберные взаимоотношения и без возможности для молодежи реализовать свои возможности Притянуть для решения молодежи возможности депутатского корпуса Потому что ограничений не было, точнее, не только ограничения Привели к тому, что на сессии молодежного парламента точно присутствовало 7,44 человек А заместо тех дистанционных, которые повыклюшали камеры, сидели представители администрации районов Это позор, это позор молодежной политики Новосибирской области Таких примеров достаточно Все это привело, когда организовывались такой замечательный проект, как дебаты Плошадка, которая была организована в том числе и нашей фракции, и комсомола Они запрещали нам говорить о цензуре в интернете Они не позволили провести на дебаты о проблемах СОО, причинах СОО Они боялись, они закручивали гайки и возможности для самовыражения молодежи Одна из проблем молодежной политики, это как раз ее руководство У нас сегодня министр образования был отправлен, был уволен На примере губернатора Левченко в Иркутской области мы видим замечательное развитие молодежной политики Где развивалась пионерская организация, одна из сильнейших организаций в стране На деле, если у нас изберется губернатор Яковлев, я уверен, что и молодежная политика, и сфера образования будет на высшайшем уровне Товарищи, когда мы говорим о возможностях, есть такой большой федеральный проект, который представители власти качают Россия, страна возможностей Принимайте участие в бесконечных форумах для студентов У нас ежегодно, вот вчера был День знаний, 15 тысяч школьников только в городе Новосибирске принимали участие в этом мероприятии на линейках на школах Десятки тысяч студентов приходили на первые звонки в университете Знаете, сколько принимает участие в форумах? 100 человек квота Всего лишь 100 человек квоты на все федеральные форумы Они гордятся тем, что дают возможности Нет, они дают возможности для единиц Большинство остается за кордоном Разве вы с этим согласны, товарищи? Нет! Я уверен, что мы сможем, товарищи, мы сможем изменить эту систему Систему нужно менять кардинально отношение к молодежи Когда мы говорим о том, что мы даем возможность, даем дорогу Какая стипендия у молодежи? Скажите, какая стипендия? Это стипендия 600, полторы тысячи рублей, на это можно жить? На это даже абонемент нельзя купить на проезд В транспорте это недостойно Нельзя говорить о социально разрешенном государстве, а молодежи Пока такое отношение к молодежи Ведь потому что государство, показатель государства, его социальной ориентированности Как раз на слоях самых разрешенных пенсионеров и молодежи И поэтому в этом году на этой избирательной участке Молодежь Новосибирска, прогрессивная молодежь Новосибирска Поддержит кандидата, губернатора Романа Борисовича Яковлева Ура, товарищи! Уважаемые товарищи, я приглашаю на эту сцену Трио Силенциум 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новосибирск 2 сентября 2023 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Всеобщее избирательное право Все это было записано в первой советской конституции, впервые принятой в России в 1918 году После Великой Октябрьской социалистической революции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok